Иг, обмерковать планы, як пройдя гэтый день, у субботу, со мной у студии у Владимир Някляю. Добрый вечер, спадар, Владимир. Самое актуальное на сегодня пытание, это все ж таки, где закончится акция. Бо маршруту поступает розная информация, что все ж таки на площадь Кастрышницкая, и все ж таки на площадь Незалежности. По-моему, Саткевич обвестил, где закончается акция. Так что тут, что тут уже так, может наберковать. Все будет залежить от шматок и факторов, мы казали, от колькости людей. Первое за все, на протестной акции. Ну и от неких, неких ищих, скажем, мы не ведаем, не юный я по коль, что где мы сами завершим. Это самый протестный марш. Бо завтра суд, и когда они пойдут на обострение ситуации и присудят там этой сутки, то, конечно, нас худшая за все. Да не худшая за все, когда суд просудит там, то, значит, нас изолюют. Какие у такими нападку сценарь? Есть, ну, это непожиданно в уголе, непожиданно все то, что робится. Это гвалт, это сдек над людьми. Это просто ошалели. Ну, правда, как в 2060-й год напереде. И все это небеспечные, это все провокации, які идут от керувника краины, от его силовых структур. Это просто нечто неверогодное. Так вот, когда нас изолюют, то нельга думать, что мы не продуглеживали в этот вариант. И не разумели, что нельга кинуть, значит, таки день и такую колькость людей на волю выпадка. Есть люди, які придут, и они ведут, это не одно, чтобы говорилось, и они ведут, что и як робить. Когда наватых людей затримают, придут еще инши. Так что я хочу, как бы все зрозумели, гэта не некая кропковая акция, там, святкование день волю с протестным маршем. Гэта процесс, и гэта один, у лансушку гэта только одно изменного процессу. Так что, когда нават, когда нават, зварятевши, улады применять силу, наладить разгон, что будзе наивелищей политичной помылкой, бы мы не за гэт, мы не за то, як в Беларуси створилася такая ситуация. Дыкуся одно, гэта принципова для улады уже ничего не изменять. Потому что люди уже ведут, что и як им далей робить. Это вельми истотное. Это будзе показальникам относинов улады до того, что они обвестили на Европу, на весь свет, до демократизации, до неких либеральных подыходов у життя краины. Гэта проверка. Нас, и они попракают сутым, да и не только, до речи, и они, ось я зараз у Варшавы, и приехал на слуханье всеми по беларусских питаниях. Я говорю, ось и тут я чую разумову, что як же так, ось мы тут наладили. Ну, поляки завсёды кажут, что они все это сделали. Мы тут наладили вам процесс, а маль что круглый стол. А вы там, в этой протестной акции, які мають як бы непродказальны выник, и може порушиться. Усё тое, что зроблено. Пытаюсь, а что зроблено? Вот скажите мне реально, что зроблено. Что конкретно, які кроки, режим, заробью до того, как размянить життя неяких. Коли вернуться в Беларусь, то вы дозволяете тягнуть вельми мостно за акцией у Менску? Я так разумею, че буде она дозволено в уголе цене? Возь бачите, они навыть не могут принять расшение. Это ж не, я думаю, каждый разумеет, что это не гарвы конкам, вызначая дозволить, не дозволить акцию. Гарвы конкам можно вызначить за хабр, будовать, а не будовать, у куропаток дом. А по дзею такую, как национальное свято, Гарвы конкам не може признать, а не признать. Так вот, на самом версии, это значит, Лукашенко еще не вызначился с тем, что ему робить. Я ему зараз не зайдорожчу. Потому что это требовало одразу, одразу принять факт и сказать, добро, святкуйте, ну что? Я, может, до вас не выйду, але... Ну и прошлись об люди, подозволенные маршруте. И что бы они зарабили? Ну, коли бы им, конечно, эти выдуманные пистолеты некто с выбуховками не привез. Не, вот треба довести, что я тут царь-государ и у попера кусяму заявить на вот про тое, что я не отменял декрет. Это что, не провокация? Мне уже 20 человек потелефоновало с региона, что сегодня, после этого, Владимир Прокопович. А что? Отбывается. И воспитание серьезное. То буквагается помежлиберализация и в этом закрошу вливаем. Не, треба зразуметь, поколь будет режим Лукашенко, поколь он будет керовать державой, ніяких реформ, перезовсё политичных, як продумав экономичных, не станецца. Круглый стол, який он пропануе, он уявляет, як мэбль, выбачайте, вот разумение, разумение человека, який знаходится на вершине влады, Украины, вось такое. И он, яго разумею, что вот он сберет таких хороших хлопцов и девчат, и зими поговорить, побалбочай, и всё. Змест круглого стола на сегодняшний день, в связку с ситуацией Украины, может быть только один. Гэта пристойный сухот Лукашенко-Зулады. Вось змест круглого стола. Нинша газместу быть просто не можа. И, як обысковая умова, перамов, након гэтага, гаранты и безпеки для яго и ягонной сямьи. Всё, на тым конец. А не тое, что як бы нам там модернизировать Минский тракторный завод. Ну, аля, тримец, вот таких умовах уже с парадку дня, гэты круглый стол в уголисы ходить. Вось хотел запытаться на конт дозволенных акций у берастей, у городних. Гэта циниспроба гэта отягнуть увагу от центральной акции, бунават и некоторые активисты мясцовые там казали, что вось забираусе ехать у Менск, аля тепер лепши застануться на легальной акции у городних. Безумовно, безумовно. Вот нам доводзели, что мы робим помылку закликающих людей приехать у Менск. Не, покидайте их там у областных города. Слухать, а коли улада гэта робить, покидая людей, да кто имел рацию, кажут, что давайте мы вот поспробуемся разом заработать нечто такое, как взрушилась вместо эта мертвая ситуация, а после уже будем ездить до вас и будем проводить так. Первое, что на самом рэш, их головная задача зараз до минимума довести протестный потенциал, протестная акция у Минску. И таму они готовы на все, и таму дазволы, и таму гэта шэшэ демонстрация шаго. Вот там, где все по людску, ну там, где нема радикалов таких, так как Статкевича Некляев, там нормально мы вот дазволили, что мы тут уже усіх под нож пускаем. Не, вот нормально пускаем. Ось они будут у нас пасля закрулым столом. А як вы оцениваете, гэта затриманні белого легионы, вось, у десу гэта справу небыта пад, а длову неких боевиков? Трэба, нехто ж про это написал, я казал, тут задача якая, стварыць для того, что они уже задумали, так, контекст. Это значит легионы, это значит боевики, это значит террористы, мы ратуем Радзиму. Кто начали об этого, кто их оттольк лишь? Ну, зрозумело, кто-то, и кто организовывает акции протестов у Минску. Это абсолютно видовочный сценарий, и материал набирается для того, ка пасля в судах у него тыкать, вот, такий параграф за терроризм, вот таки за гэта, таки за гэта. Яны на сегодняшний день, люди у форме НКВД, что еще могут хотеть послухать? Цих чакают некие долгие терміны турэмны, на вашу думку? Ця гэта просто... Я думаю, что гэта заусим макчэма. На жаль, на жаль. Я гэта наугул, у меня от зараз, у меня вельми великий непокой за то, и что может стацца. Я еще раз слумачу, что, коли мы просто доверимся вот этим размовам про будущую нашу демократичную, и будем глядеть на уладу, чакать, коли это будет, ничего не будет. Мы повинны деянестись параллельно. За одного боку повинны исти вот этот процесс, диалога, и он не повинен захчаняться, ни в якем разе. Але сам Лукашенко никогда на гэта не пойдет, и тому на его треба тиснуть. Вось два шляхи, и яны не суперэчжать один одному, а гэта два шляхи у адным на керунку. Не, коли яны сыйдуцца, мы добьемся свободных, справедливых выборов, и празвыборы, а не празмайдан, от якого просто уже шалява Лукашенко, выйдем на ту мету, до якой идем. Ну и сапраду, поваджуся с вами про непокой, як у гэтым стане непокой, коли так разворачуется паде, и навод святковать день волец. Есть некий настрой, як вы подыходите? Люди на войне сядили в окопах, им приносили фронтовые 100 грамм, у некого там День на Родину, у некого там дома, дякую Богу, хоть и война, или все живые, здоровые, святые они выпивали, что житё должится во всех умовах, и будет должиться, але хотелось, ведь бы хотелось, как бы в этой умове были человеческими. Вот кто-кто белорусы за своё житё, за это покут издеки, какие творились на нашей земле, вот это вот пристойное житё заслужили. Если вы на 25-х, вот такие на финал пытания, если вы всё ж таки чакаете, когда не сделаете провокации первым, самым святым, неких затриманий, то есть спокойных день у милиции, и спокойных день у силовиков? – Ну, их заводят так, это же психология, когда вот человека заводят-заводят, а после заведенного выпустить на улицу, на бандитов, а после им ураб там сказать, нет, ты ничего не роби, заведенная пружина может соскочить, это вельми великая небеспека, это человеческий фактор, что называется, тому я вспынился уже сегодня, еще есть два дня, ну, сегодня уже ночь, завтра дать дозвол на эту акцию, пообязать, что будет забеспеченный сбоку влады парадок, ну, рештя-решт сказать про эту перспективу перемог, про перспективу круглого стола с громадством, которого мы дымагаемся, и сутешить в этой напал жарстю, сутешить. – Какие ваши дейни в выпадку затримания будут? – А какие тут дейни? – Мне кажется, схавайся там, улезь, она вот, веду и где, протезанские землянки, слухайте, ну, по-перше, днем и ночью сочат, днем и ночью топтуны, куды, это целая армия людей, яка на умысло поставленная для того, каб адсашить кожный звонок телефонный, кожный рук. Куды тут схавайся? Знайдусь, як сказал, спадарда вычка, выкалапуй, с булки. Это одно, што не дозволяе, там, некуды хаваць. Ну, и пасля, шо ёсць, выучаете, але, пачыць, чё, асабистай годнасць, што это, я буду бегать, як дитя, ад неких, там, шунявок. Ну, возьмусь, возьмусь, але на гэтым, як я уже сказав, нічого не сканчаюць, и для влады гэта нічого не вращаю. Ну, спадяюся, што не узабавишу часы, калі не хавацца, не трэва будзе, не бояться, а право, констатуційное право пасуднасці на свободу, сходу, выказывання своей думки, будзе нам гарантованна и бяспечна. Дякусь, Безумовно, мы до гэтого прыдзем, живе Беларусь, и я усім кажу, нічого не бойтесь. Приходьте. Дякусь, Падар Владимир, з нами, з нами у студии, обмеркуву, будучу акцію святковання Дня Воли, Владимир Някляєва, один з лідерів, один з її организаторів.